Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! С вами Николай. Давненько мы с вами не виделись. Сегодня прогуляемся по моей коллекции Сансеверий. Покажу все экземпляры, имеющиеся у меня на данный момент. Так сказать, подведем год к концу. Посмотрим все, что у меня здесь случилось. Поделюсь какими-то своими наблюдениями во время показа растений. Буду немного рассказывать, что узнал для себя нового, да, какие выводы для себя сделал. Какими проблемами сталкивался в течение этого времени. Кстати, смотрите, какая мне здоровская толстовка, которая мне подарила на мой день рождения. На мой день рождения моя подруга. Тут написано, Сансеверия украла мое сердце. Очень здорово. Это действительно так. Несмотря на то, что они фреически мне взрывают мозг своим поведением. Знаете, фреически прям хочется так избавиться от них моментами. Но все равно продолжают жить в моем сердце и продолжают расти. И немного даже пополняться в моей коллекции. Всем, кому интересно, присоединяйтесь. Кстати, друзья, немного будут растения не супер чистые, кое-какие. И так как я провожу периодические обработки акарицидами, один из препаратов, я думаю, многие санцеманы знают, Несаран, он оставляет белые пятна. Их, конечно, можно убирать, но я пока стараюсь не убирать препараты, как можно дольше держу их на листьях. Соответственно, немножко там пылючки будет, да, кое-где. Поэтому не ругайтесь сильно. Я растения эти люблю. Обязательно их в будущем приведу прям в порядок. Но сейчас мы еще, так сказать, в переходном возрасте, в процессе лечения некоторых растений. А об этом, кстати, тоже поговорим. Все, долгое вступление. Начинаем обзор. Начинаем с показа. Поехали. Так, друзья, как зачастую у меня бывает, обзор мой я начинаю с гостиной. Вот первая группа растений. Вот такая сансеверия цилиндрическая. Жила раньше на балконе. Кстати, заметил, цилиндрики абсолютно не любят сильное солнце. Выгорают в миг. Но большой плюс, друзья, что они начинают восстанавливаться, если их с этого солнца убрать. Вот эта цилиндрика была очень желтой. И посмотрите, особенно новые листья уже выходят абсолютно зеленые. Кстати, вот эти вот белые следы, это следы от этого препарата Нисаран. Такая цилиндрика тоже уже много лет ей. Она у меня была с трех вот таких вот, знаете, листиков, таких торчащих из земли. Вот такие уже розетки выросли. Следующая сансеверия. Это вот такая сансеверия Хани. Да, небольшая. Хани Джейд ее вроде бы называют. Тут у меня есть механическое повреждение небольшое. Я периодически стараюсь поворачивать одной стороной, другой стороной к солнышку. Я сейчас ее сниму, покажу поближе. Она просто темно-зеленая. Знаете, такая даже не сильно темная. Кстати, видите, да, этот Нисаран. Она, пожалуй, самая такая ярко запачканная сансеверия, так как она очень темная. И эти капельки видны. Но препарат этот нужный, поэтому я их пока не убираю. Вот такая цилиндрика тоже... Уф, ударился я об стол. Тоже у меня уже давным-давно, наверное, года 4 ей тоже выросла. Посмотрите, какая мощная, крупная розетка. Не розетка, была одна розетка изначально. Посмотрите, что с нее стало. Огромное такое уже ведро сансеверии. Тоже не любит яркое солнце. Изначально стояла на балконе, стала абсолютно желтая. Желтая-желтая, противного такого цвета, болезненного. И я ее убрал оттуда. Она даже получила ожоги в свое время на балконе. При том, что балкон у меня выходит на восток. Я часто об этой истории рассказывал. Да, о том, как она выгорела. Ну, смотрите, полностью восстановился цвет. Ожоги, к сожалению, кое-где остались. Но цвет и форма потрясающие. Очень люблю это растение. Стоит, как можете видеть, да, не так уж и близко от окна. Вон там окно. Здесь она стоит. Дальше идем. Здесь сансеверия лауренти. Насколько я знаю, это сансеверия лауренти лайм. По таким названиям, по крайней мере, в свое время знатоки мне ее определили. Тоже давно-давно это растение у меня в коллекции. Вообще, этому растению, вот этой розетке, например, 15 лет. Вот этой розетке ей 15 лет. Да, и тут еще одна есть старенькая. Тоже где-то в глубине, по-моему. Ну, повырастало несколько новых домашних уже у меня. Тоже красивый кустик такой пышный. Люблю ее. Следующая, это вот такая цилиндрика. Тоже покупалась одними большими цилиндрами, которые надавали огромное количество листьев. Розетки появились тоже. Вы видите, изначально были посажены вот такие листья. Друзья, их часто просто, знаете, срезают, срезают не под корень даже, а просто вот, например, такие большие листья есть, их срезают вот так, проращивают. Я говорю, голландцы, да, сажают их штук 5-6 в один горшок и смотрят такое прям мощное и толстое растение. Но потом, рано или поздно, они начинают расти естественным для них образом. Можете видеть, вот здесь начинаются розеточки. Видите, вот так это выглядит. И должно выйти несколько листьев, прежде чем начнет выходить что-то такое реально толстое и огромное. Поэтому не пугайтесь. Причем даже изначально у них появляются и вот такие листики. Вы видите, вот листики обычные прям. Это не страшно, это нормальный рост для большинства цилиндрик. Следующая сансеверия это лауренти, тоже давнешний куст. Тоже было несколько небольших розеток. Она у меня сейчас подвязана, потому что она очень крупная, очень мощная. Я ее в свое время с вами как-то пересаживал в горшок побольше, не в этот. И она в нем начала очень сильно болеть. Я ее вытащил, а все корни она сбросила. Сансеверия имеет такую тенденцию, как, например, хавортии, при стрессе сбрасывать корни. То есть могут полностью оголиться вот эти их столоны, это корневища, такие в форме имбиря. Все молодые придаточные корешочки и в целом вся корневая система может отсохнуть от стресса. Вот у нее так случилось. Пришлось ее вытаскивать из этого большого горшка, полностью ее обрабатывать, убирать все эти отмерзшие корни и сажать в горшок поменьше. Но, слава богу, тургар восстановился. Выглядит она сейчас хорошо, то есть достойно. Потому что, вы знаете, она сейчас стала, как гармошка. Если у вас сансеверия начинает морщиться, скорее всего, 90% случаев это проблема с корнями. Может быть пересушка, может быть перелив, а может быть просто сбросила корни. Дальше тоже уже моя старая сансеверия. Такая видавшая вида, это сансеверия муншайн. Зовут ее Игорь. Все уже, я думаю, знают об этом. Вот у нее одна детка с ней живет. Кончик посветлел один, не знаю, с чем это связано. В общем, Игорек живет у меня здесь. Две детки от него у меня еще живут на работе. Тоже потомство, его несколько было продано. Вот такая крупная пожилая сансеверия муншайн. Я ее берегу как память. Хотя сама розетка, вы знаете, уже очень такая покоцанная. Изначально она была не в очень хорошем состоянии, да. Ну и с возрастом она, конечно, тоже начала портиться. Уже много детей она дала, но я ее берегу. Мне она нравится, я с ней ничего не делаю. Никуда от нее не избавляюсь там. Да, можно было убрать, но я не хочу. Игоречек мой будет жить со мной. Так, дальше мы продолжаем с вами наше движение. Сансеверия мута. Тоже подбиралась в свое время одной розеткой. Вот такая одна была розетка, убитая, абсолютно высохшая. В садовом центре мне ее отдали бесплатно. И вот посмотрите, что из нее выросло. Уже целое ведро. Кстати, тоже стояло очень долго на жарком балконе. На восточном, на моем, да. И очень сильно выгорело. Я ее опять-таки убрал. Я просто начал убирать сансеверии, большинство сансеверии с зоны солнца. И вы знаете, она сказала на это спасибо. Цвет начал возвращаться. Начали листья открываться. То есть, да, она перестала скрученная быть в большинстве своем. Но еще кое-где держится. Надо ее тоже в будущем пересадить. Подобрать ее грунт пожирнее. Об этом тоже мы поговорим. Сансеверии в целом любят грунт пожирнее. С перлитиком таким смешанные. И все. Будете счастье. Следующая сансеверия. Это сансеверия Тавгай. Тоже покупала одну розетку. И она дала мне потомство. Одну детку я продал. И вот три еще с ней живут. Такая сансеверия очень жесткая. Я вообще люблю жесткие сансеверии. Даже больше, чем всякие хани. Потому что мне они как-то больше нравятся. И они в целом более выносливые, менее капризные. Меньше их едят вредители. Да, вот такая вот сансочка Тавгай. Здесь еще стоит также сансеверия кометки Чака. Покупалась она в размере трех розеточек. И тут сейчас уже розеточек, наверное, 15. Я думаю, что здесь, наверное, точно есть большое-большое такое ведерко с этим Тавгаем. Посмотрите, славная тоже жесткая сансеверия. Они у меня так стоят грубкой. Мне очень нравится такая композиция. Здоровские, мне кажется, растения. Так, не буду сильно уж прям долго задерживаться. Иначе, опять-таки, сансеверия очень много. А видео не хочу делать на 5 часов. Тут у меня стоит моя небольшая коллекция Алоэ. Но о них с ней сегодня. Здесь еще стоят пара невысоких муншайнов. Муншайнов тоже как-то в свое время разболелся. Тоже сбросил корни. Я, вы знаете, одно время начал их переводить на грунт очень скудный. На нем можно рассказать. Очень скудный грунт с большим-большим количеством лавы. Наверное, 50% лавы, 50% грунта. И они у меня все начали болеть, чахнуть, морщиться. Начали желтеть при каждом поливе. Вот так, да. Старые листики начинали они сбрасывать. И я начал это все убирать. И вот сделал просто стандартный грунт. Такой, можно даже для декоративно-листинных растений, можно для суккулентов. Перлит. И все. И вот там было, наверное, процентов 5 лавы в грунте. Потому что это, скорее всего, для суккулентов я брал. И вы знаете, они начали приходить в норму. Начали выравниваться, начали расти нормально. Даже вот там в глубине, если присмотреться, вон там лезет новая детка. Следующая, сансеверия бакуларис. Тоже посмотрите, какая она огромная. Очень высокое растение. Видите, какая мощная. Но хлипенькая. В плане мощная, высокая, но хлипенькая. Слабенькая, сама себя не держит, надо подвязывать. Тоже покупалась она у меня совершенно крошечным растением. Вы знаете, примерно вот такие были у нее листья. Маленькие, причем обычной формы листья. Немножечко уходящие в цилиндры. И вот за тоже, наверное, чуть больше трех лет, во что она превратилась. Посмотрите, какая великанша. Вот такая вот бакуларис. Люблю эту сансеверию, мне она нравится, своеобразная. Далее продолжаем. Здесь у меня стоит небольшая группа азиатских сансеверий. Вот такая сансеверия. Это, сколько я знаю, гибрид. Очень сложное. Название Кордова, Сбалуй, еще с чем-то. Сейчас я вам скажу точно. Подождите, придержу это. Персоне. Вот тут у нее три таких гибрида смешанных. Три растения. Получился вот такой гибрид. Тянет она детку. Несколько деток от нее я уже отделил. И она сама расти не хочет, а детку тянет. Вот видите, опять новая начинает ползти. Малышка робуста вариегатная. Из листа. Был посажен лист вариегатный, да? Вот видите, вот такая уже розеточка выросла. Тоже примерно за два года выросла эта розетка. Следующая. Вот такая тоже красота. Сейчас я вам скажу точное название. Сейчас я вам скажу. Blue Leaf. Это называется, да, Blue Leaf. Называется данное растение. Тоже из Азии заказывал. Была она значительно меньше. Такая крупная. Красивая. Я люблю компактные, кстати, тоже сорта. Но они должны в будущем быть не компактные. Но пока это будущее придет, придет еще 10 лет. Пока они станут большими. Следующая. Это францезия. Тоже очень люблю это растение. Видите, какой красивый цвет. Крайне необычная. Такая своеобразная сансочка. Очень яркая. Дальше. Это детка Мото. Тоже один лист случайно я надломил. Посадил его. Вот выросли уже две детки. Жесткие сансеверии. Кстати, жестколистные и цилиндрические сансеверии идут по сорту. То есть, если вы берете мягенькую сансеверию, какой-нибудь Хани, Трифасиата, там прочие. Они по сорту не пойдут. Я практически уверен, что не будет такого. Хотя мне как-то писали, что идут по сорту у кого-то. Но я такого не видел. А вот жестколистные. Смотрите, видите, идет маленький Мото растут. Следующая сансеверия, это вот такой гибрид. Тоже Bralong. Гибрид Bralong. Это материнская розетка. Тоже несколько деток было отсажено. И вот она тянет еще одну. Трана будет тоже отсадить. И, кстати, мне кажется, тоже здесь жарковато. Потому что цвет у нее не самый идеальный сейчас. Но, кстати, камера, она как-то, честно сказать, уродует цвет. Не могу, как, честно сказать, вам сказать. Потому что, когда я смотрю жизнь, она не такая желтая. Я уже неоднократно говорил. Мой телефон, по крайней мере, делает малейшие тона желтого. Делает их очень яркими. Здесь просто посажена листика сансеверии Black Rose. И вот такая у нее деточка выросла. Листика уже самого нет. Я его отрезал. Он был неэстетичный. Вот такая получилась детка. Смотрите, даже на ней какая-то появилась вариегатность. Видите? Вот здесь на листочке у нее появляются даже вот тут какие-то прожилки. И прям белая полосочка. Может, в будущем это будет даже какая-то интересная вариегатность. Посмотрим. Продолжаем. Сансеверия Massagnana. Victoria. Такая невысокий сорт. Следующая сансеверия. Буду поменьше рассказывать про них. Сансеверия, которую я покупал как Canary Star. Или Star Canary. Которая желтый центр. Ну, вот видите, она стала зеленой. Кстати, тоже была в грунте с кучей лавы. Портилась. Листья были абсолютно скручены. Вот такие сложены. Шли пятнами. При каждом поливе они как будто чувствовали залив. Хотя я их особо не поливал. Вода вмиг выходила из грунта. Но чувствовал себя плохо. Пересадил в жирный грунт. Сперлитом. Просто обычный грунт. Посмотрите, какая она стала. Она, во-первых, позеленела. Да, я ее опять-таки убрал. Она стояла на более ярком солнце. Я убрал ее сюда. Здесь солнце прямо в 8 утра слегка проходит вот здесь. И все. И дальше она идет на вон ту стену, где у меня стоят алоэ. Они любят солнце. И все. Смотрите, она распушилась. Начали листья раскручиваться. Стало намного лучше. То есть я их теперь сажаю только в такой грунт. Даже не думаю. Ни о каких новомодных смесях. Хотя есть хорошие смеси. Вот терапон у меня подруга использует. Говорит, очень прекрасно помогает восстанавливать больные санкции. Следующая это бансель. Тоже очень старый куст. Большой. Покупался опять-таки все. Практически все растения покупались в один лист. Либо в одну розетку. Это тоже был один лист. Вот все, что уже выросло. Притом отсюда уже отсажено несколько листов. Вот этот бансельчик. Тоже какие-то листики уже старенькие. Молодые розетки. Мне он нравится. Мне вот такие сорта, которые уже у меня много лет. И мне прям очень нравится. И опять-таки, как я уже сказал, камера, она прям на зло делает. Портит вид растения. Смотрите. Дальше это самурай. Тоже покупался совершенно небольшим. Вот такой вот уже у меня вырос. Огромный самурай. Почему-то последние несколько листов. Не очень большие у него. Как-то поменьше. Может быть, они еще, конечно, подрастут. Вот так он тоже начинает как-то скручиваться в розетке. Знаете, такую спиральную розетку. А спиралью такой становится. Видите? Тоже в жирном грунте сидит. Хороший у него тургор. Чувствует себя нормально. Следующая. Кстати, это новинка у меня. Не так давно я ее купил. Эту Сансеверию. Она даже до сих пор еще, мне кажется, пошатывается. Это Сансеверия гелиос или элиос. Такой сорт. Тоже своеобразная. Цилиндрика. Крайне редко у нас что-то можно найти. Знаете? В плане Сансеверии я ее увидел, купил сразу и все. И даже не думал об этом. Здесь у меня посажены семена Сансеверии цилиндрической, которую я подобрал в парке в одном. Огромные должны быть. В будущем это огромные растения. Очень крупные были экземпляры с семенами. Я их посадил 6 штук, посадил 6 штук, 6 штук взросло. Вот они здесь у меня в горшочке были накрыты. Поэтому такой еще, знаете, грунт слегка влажный. Но я уже убрал у них пленочку. О том, как размножать Сансеверии семенами, весь процесс у меня есть на канале, можете поискать. В плейлисте все о Сансевериях. Тут Капертон растет тоже. Киркий Капертон. Тоже такое красивое растение. Люблю ее цвет. Такой коричневато-зеленый. Своеобразно тут тоже тянет детку. Но как-то она под землей вышла. Не знаю. Возможно, придется отсаживать, раскапывать. Возможно, нет. В общем, вот такой у меня уголок. Мы посмотрели с вами балкон и гостиную. Вот такие вот экземплярчики стоят у меня здесь. Как я уже сказал, здесь солнце не яркое. Оно только ранним утром. Но вот этого Бролонга я, пожалуй, отсюда все-таки уберу в будущее. Продолжаем. Я покажу вам Сансеверии в ванной комнате. Их совсем немного. Хочу успеть снять, пока не стемнело. Вот здесь такая у меня стоит Сансеверия. Тоже из Азии. Кстати, писали мне неоднократно ее название. Но я безответственно к этому отношусь. И не записал его никак. Хотя оно где-то у меня сохранено. Даже не буду просить. Напишите мне его еще раз. Это уже будет некрасиво. Я его найду и подпишу ее. Не помню точное название. Хани. Обычная Хани. Как она называется? Голд. Голден Хани. С деткой. Вот такая растет тоже. Это, кстати, детка от материнского растения. Материнское растение съел клещ. Так же, как и всех ее сестер. Но вот она выжила и дала детку. И, слава богу, растет нормально. Кстати, недавно я их травил. Тоже на всякий случай. Потому что Ханьки это самые любимые жертвы клеща. Здесь такая Хани. Крем, насколько я знаю. Называет. Нет, не крем. Это не подписано. Она у меня тоже. Хани Сильвер. Вроде бы она называется. Голландская. Вот такая вот Хани. Тоже следы от препарата. Ну, красивая вот эта материнская розетка. Вот эта уже выросла у нее. Такие вот Ханечки. И еще вот такая Хани тоже. Здесь растет, кстати, вот это. Наверное, Хани Крем все-таки. А вот это вот Хани Сильвер. Как-то я не подготовился к этому моменту. Но, опять-таки, названия, ну, они, конечно, важны, когда собираешь коллекцию. Но вот это точно Хани Сильвер. Но она, видите, такого раскраса необычного, расцветки необычной. И центр у нее тоже такой необычный сейчас растет. Своеобразный. Вот тут деточка у нее тоже растет красивая. Такие вот Хани. Вот эта голландская. То ли Крео, то ли Крем. По-моему, Крем, наверное. В общем, тут четыре Ханьки. Три Ханьки и вот этот товарищ. Растут они у меня здесь. Вчетвером у окошка стоят. Данна проводилась протравка. Такие красавицы. Идем, попадаем в спальню. Здесь стоит у меня Сансеверия Зейланика. Вот такая растет, кстати, Ноа. Ноа, Люна. Кстати, вот спрашивали меня как-то, как мои собаки. Где мои собаки? Вот они, видите, лежат. Все с ними хорошо живут и бодрствуют, собачатки мои. Так, вот здесь стоит Зейланика. Не отвлекаемся. Крупный куст. Я покупал его, кстати, уже достаточно крупным. Растет здесь Сансеверия. Это называется у нас... Почему-то начало все вылетать из головы. Сейчас я скажу. В общем, покупал я тоже одной розеткой. Эту Сансеверию. Да? И была она совершенно небольшая. Посмотрите, какое уже ведро выросло. Я, правда, от нее никогда ничего не отсаживал. Но вот такая она выросла. Кстати, здесь есть табличка или нет? Нет здесь таблички. Как вспомню, напишу или подпишу на экране. Потому что провалы в памяти, это, наверное, возрастное уже. Следующая это Сансеверия Абрутиана Лоурен. Такая вот красавица. Тоже было у меня видео распаковки этих Сансеверий из Германии. Вот она ко мне пришла. Мне про нее писали, что она очень капризная. Но, знаете, слава богу, она, пожалуй, на самом деле самая некапризная оказалась из всех четырех Сансеверий Абрутиан, которые я заказывал. Остальные мне поделали мозг. А вот она растет. Вот всегда росла нормально, и дай бог ей здоровья, пусть всегда растет. Следующее растение, это вот такая Сансеверия Кристи Трифасиата. Тоже красивое растение. Смотрите, какие у нее листья приятные. Интересное растение. Было у меня сомнение, что это может быть Сансеверия Блэк Голд. Но мне все писали, что это не Блэк Голд, что Блэк Голд он темнее, что это Кристи. Что у нее размытый цвет по листу. Да, это как будто бы такое соединение, микс между Блэк Голд и Голд Флейм. Что-то такое, это Кристи. Хотя могу ошибаться. Вот эта Сансеверия теперь мне дает покоя, которая не назвала название. Панк, а, Фернвуд. Фернвуд. Есть такая Фернвуд Панк, а у меня вот просто Фернвуд. Еще раз ее покажу. Вот это, друзья, Фернвуд. Вспомнил ее, вылетела из головы. Массаниана Варригатная. Это детка от материнского растения, которое у меня есть. Я ее отсаживал в свое время. Чуть я вижу, что уже начинает тянуть горшок. Скорее всего, что-то хочет у нее вырасти какая-то детка. Следующая Сансеверия, это вот такая Сансеверия Таф Леди. Тоже была абсолютно желтая. Я думал, она прям уже совсем помрет. Убрал с яркого солнца, начала зеленеть. Материнская розетка. Ну вот детки, у них хороший цвет. Тоже много деток. Можно при желании рассадить, но мне делать их... С ними нечего, одевать их некуда. Поэтому вот она так сидит пышно. Следующая такая в форме ананаса. Это Сансеверия. Комет Амазон. Называется данное растение. Тоже мне очень нравится. Кстати, детку не дает. И бог с ней. Главное, что сама растет. И вы знаете, она уже прилично так подросла с момента покупки. Тоже ей уже пара лет. По крайней мере у меня. Тоже люблю ее. Такая вот Комет Амазон. И материнская розетка. Очень крупная. Которая мама вот этой детки. Этой Массанианы варегатной. Вообще обожаю Массанианы. Кстати, тут прям горшок очень сильно деформировался. Он уже стал такой, знаете, более какой-то непонятной формы. Посмотрите, в такой форме яйца стало. Эта сторона растягивается. Тут явно кто-то лезет. Поэтому будем ждать потомства. Пускаемся дальше. Давайте сделаем общий план. Я иногда в Инстаграме выкладываю вот эти фотографии этих растений. Так. Вот это красиво. Солнце попадает. Но вот здесь стоит еще сеточка. Вы видите, притеняет. А сюда оно уже прямое солнце и не попадает в эту часть. Дальше идут несколько капертонов. Точнее, вот капертон. Кстати, все время он болел у меня. Клещиком. Лечили. Все, слава богу, прошло. И при лечении один лист мне пришлось убрать. Я его срезал. Поставил в грунт. Посадил в грунт сразу причем. Вот смотрите, он уже как корнями прирос. Пока детки нет. Но стоит. Я его не стал убирать. Следующее растение. Давайте. Такая массонянка вариегатная. Красивый желтый вар. Кстати, она идет по сорту. Часто у массонян вариегатных происходит такое, что они начинают, так сказать, знаете, такой пьяный. Пьяный вар у них идет. Пьяная. Такое. Вот я так называю. Потому что мать такого цвета, дети совершенно другого. А вот тут как бы совпадает. Потому что это вторая уже детка. У нее одну я продал. И она дала мне эту. Она когда выходила, и она была практически зеленая. Кстати, еще один момент сейчас расскажу. Была практически зеленая. Я думаю, ну вот. Она мне отомстить решила за то, что я у нее дитя отрезал. Но нет, вы знаете, она вышла и посветлела. И стала желтенькой. Смотрите, какая красивая. Чуть меньше она, чем мать. Но очень красивая. Так вот, масоняны, они выгорают. Как и многие сансеверии жесткие, варегатные. Они могут выходить изначально зелеными, более зелеными. И становиться потом светлее. Вот такая еще есть. Теби. Теби грин, по-моему, называется данный сорт. Тоже мать и два детеныша. Неспешно растет. Кстати, детеныша я не так давно отделил, но оставил в горшке. Чтобы мать продолжила рост. То есть, если сансеверия дала у вас детку, друзья. Опять-таки, но это для тех, кто не знает. Дала детку, то она сама расти не будет. То есть, детку, пока вы ей не отрежете. Да? Там центр материнский не начнет расти. Причем, даже может быть, не всегда так. Вы можете отрезать детку, она опять начнет давать детку. Вот как у меня у азиатских. Не хотят расти и все. Но иногда бывает, сейчас дальше вам покажу. Когда мы удаляем несколько деток, материнское растение начинает расти. Вот здесь еще вот такая тоже. Кстати, вот мать ее. Вот это, смотрите. Вот это растение, это ее мать. Смотрите, какой красивый вар. Да? Ну, сейчас я поближе покажу. И вот такая у нее вышла детка. Смотрите. Притом она тоже была абсолютно зеленая. Но благо, проявилась у нее варегатность. Стала красивая. Все равно, хоть не супер такая она яркая, но красивая, на мой взгляд. Механическое повреждение было при выходе. Еще вот такая тоже есть массонянка. Тоже у нее мама была посветлее, но она очень красивая. Отсюда буду снимать, иначе не будет нормально видно. Вот такая красавица. И смотрите, она тоже станет скоро мамой. Она тянет детеныша. Посмотрим, какой будет цвет. Надеюсь, тоже будет все красиво. Вот здесь сансеверия. Это уже, кстати, детка, которая была отсажена от моей материнской сансеверии Star Rose, которую съел клещ в центре. Да? Вот она мне дала здоровую детку опять. Если центр съела, то все, уже расти дальше растения, соответственно, не будет. Ну, дала детку. Кстати, опять-таки, Star Rose. Тоже, мне кажется, какой-то коммерческий ход, потому что детвора у нее растет. Ну, совершенно не похоже на материнские растения. Хотя, может, в будущем начинает завязываться эта луковичка. Но пока у меня еще такой удачи не было. Дальше. Это вот Массониана. Самая первая Массониана варигат, на которой у меня появилась. Очень ее люблю. Очень красивая. Очень светлая такая. Посмотрите, какая она. Они жесткие. Здоровские, пожалуй, Массонианы. Я, знаете, люблю их очень сильно. Всех люблю, но вот их особенно. Так она растет. Это ее детка. Да, вот это. Или вот это ее детка. В общем, одна из них. Ее детка. И одну я в свое время тоже отделял, продавал. Но сейчас я решил... Смотрите, тут у меня две растет. Я решил их не отделять. Хочу прям кустики, чтобы были. По несколько листиков. Потому что один лист в розетке, в горшке тоже не очень симпатичный. Францезия, которая тянет детку. Смотрите, у францезии вот такая тенденция. Они вот так тянут детку. На очень таком длинном столончике, таком своеобразном, да, на побеге. Которая постепенно начинает развиваться. Тоже она болела. Она сидела, я опять-таки жесткая сансеверия, килограмм лавы ей насыпал в горшок. И она как давай у меня болеть, как давай она у меня портит листья. Все-все тоже срочно все пересадил. Жирный грунт. Кстати, они сухенькие, уже надо полить их. Ну, еще пусть постоят несколько дней пока. Не буду сильно заливать. Поливаю в седнем раз в 10-15 дней их, не чаще. И вот стала она нормально себя чувствовать. Кстати, вот эта стар роуз, которая дала мне эту детку больную, которая тоже съел клещ в центре. Ну, вот у нее растет, слава богу, здоровая детка. Полечил я ее и растет. Кстати, у меня есть одна комната, в которой стоит сансеверий, которые были сильно подвержены прям клещу. И я их даже держу всех вместе в отдельной комнате, да. Такие вот сансочки. Но эти я знаю, что они нормальные, абсолютно детки пошли здоровые. Но все равно все протравливать надо. Все регулярно протравливать. На всякий случай. А вот эту сансеверию могли вы видеть в видео. Я ее выкупил в мебельном магазине в свое время. Она была абсолютно сложная, абсолютно сморщенная. Это Кирки Сильвер Блю называется данная сансеверия. Вот я ее когда посадил, она дала мне одну детку, вторую детку, третью. Я их постепенно, когда они подрастали, убирал, убирал, убирал. И после того, как я ее брал 3 или 4 детки, она начала расти. Перестала давать детку. И вот, смотрите, вот это 1, 2, 3, 4. 4 листочка, как минимум, она уже дала после детки. И стала прям, смотрите, какая крупная. Красивая, она была значительно меньше. Вот когда были детки, она не росла. Следующая, это Инти. Тоже с деткой. Детка уже отсажена. Благодаря чему детка отсажена, в том плане, что отрезана от матери. Вот здесь она сидит. Благодаря чему Инти пошла в рост. Вот это вот уже пошло новое, после того, как детку я убрал. Своеобразная такая. Чем-то она похожа на Бансель, но у нее форма отличается. Она, знаете, такая чуть-то, как кривая ручка. Такая вот она выглядит. Это Инти. Так, видите. Постепенно у нее лопаются эти листочки. Внизу от своего же давления. Еще вот такая масса неана у меня есть. Которая тоже была абсолютно желтая. Тут, возможно, я переборщил с поливом или со светом в свое время. Она была прям вся желтая. Даже старое видео, посмотрите, я ее показываю. И тоже убрал ее прям подальше. Видите, она стоит у окна, но на нее ничего не попадает. Прямо у вас солнце. И стала зеленеть, и позеленела уже практически вся, как и должна быть. Такой, как я ее покупал в свое время. И тоже дает детку. Смотрите. Тоже, я надеюсь, что-нибудь будет интересненькое из нее тянет. Вот так выглядит мой подоконничек. Любимый, родной. С моими солнцами. В основном в этой комнате, как вы можете видеть, у меня, так сказать, сплошная жесть. В плане их текстуры, да. Кроме трифасиата и вот этой крести. Все остальные жесткие. Вообще, в целом, стараюсь покупать более жесткие, когда могу, растения. Потому что они менее подвержены проблемам клеща. И еще одна сансеверия здесь стоит. Она, на самом деле, здесь не должна стоять. Но так как у меня сейчас стоит елка, новый горжи на носу, вот поэтому она стоит здесь. На ее месте стоит ель. Такая огромная масса неана. Смотрите. Видите, какая-то. Кстати, новый лист у нее такой вырос. Этот лист метр двадцать примерно высотой, если не больше. Видите, какой. Тоже она очень крупным растением растет. Красивая. Очень мне она нравится, эта масса неана. Это масса неана Вейлфин. Вот такая. Тоже тут некоторые даже пытаются центр растить. Хотя у них обычно с этим проблема с выращиванием центра у масса неан. Там еще несколько листиков тоже лезет. Вон там я могу видеть. Вон там одни листик. Ну и там еще не буду палец показывать в кадре, потому что фокус сбивается. Такая огромная масса неана. В общем, вот так это все выглядит. Здесь я так просыпаюсь такой с утра, довольный жизнью. Мир прекрасен. Все прекрасно. И посмотрите, какая красота вокруг. Как не радоваться, да? Вот такая вот потрясающая картинка у меня с утра. Хотя меня как-то спрашивали, почему я так люблю сансеверии. Что за мания на сансеверии. Но мне кажется, мы все склонны любить какие-то растения больше. Я подумал, почему бы не любить их прям конкретно. Поэтому у меня большинство растений сейчас сансеверии. Кстати, многие оруидные, друзья, я убрал. Я просто у меня... Несмотря на то, что я должен бороться еще с клещом на сансевериях иногда. Но не так часто. А трипс у меня просто, он меня замучил. Меня замучил так. Я уже устал ходить в респираторе и все травить. Я убрал очень многие оруидные. Много еще осталось. Осталось очень много Аглоанем. И некоторые другие остались, которых я по наблюдениям не сильно любит трипс. Я их оставил. Но я просто понял, что оно того не стоит. Посвящать всю жизнь про травкам сплошным, оно того не стоит. Но это мы отвлеклись от темы. Сейчас продолжим наше дальше движение в следующую комнату. Мы попадаем с вами в прачечную комнату. Здесь у меня растет тоже достаточно много сансеверий. Кстати, вот смотрите, у меня здесь мой платицерим. Тоже про него у меня спрашивали. Так он у меня растет на коряге. Но вы знаете, я ему купил кашпо. Все никак не пересажу. Хочу перевести его вот такое вот кашпо. Потому что очень неудобно поливать. Возможно, даже сниму пересадку его и расскажу, почему я хочу его убрать с этой конструкции. Чем она мне надоела. Хотя растет он на ней в целом, как вы видите. Он уже стал прям огромным кустом. Я даже думаю, не переведу ли я его в кашпо. Он начнет портиться. Но посмотрим. Но не о нем сегодня. Давайте о сансочках. Здесь стоит огромная у меня сансеверия цилиндрическая. Тоже посмотрите, какая мощь. Великан. Я почему не называю их сорта? Потому что определить сорт сансеверии цилиндрической, на мой взгляд, достаточно сложно. Материал я пока не нахожу. Ну вот такая вот она растет здесь. Тоже тянет детку. Листики новые. Массониана, которая цвела активно. Тоже Вейлфин. Но она у меня здесь живет, потому что тоже я ее люблю. Вот такая вот сансеверия Black Diamond. Летает этот жучок. Мошка. Такая Black Diamond. Тоже там какой-то лист желтеющий. На камеру все так видно. Надо смотреть вообще на камеру. Любой момент желтизны, который даже нет вооруженным глазом, не видно. Она тебе все покажет. Тоже крупный куст. Робуста. Сорт называется. Тоже достаточно крупный. Тоже года 4 ей. Было буквально 3 розетки. Это было 3 розетки. Тоже ведро. Тоже надо пересаживать уже. Следующая сансеверия. Это вот такая Уитни. Да, Уитни, да. Я всегда их путаю. Уитни и Венди. Это сансеверия Уитни. Тоже трифасиата. Тоже потихонечку разрастается. У нее красивая окантовка. Можете видеть, да? Тут беленькая. Это все следы вот этого препарата Нисаран. Он хороший. Не вредный для человека, например. Но очень такой пачкающий. Детка сансеверия. Драгон Винкс. Вот сама мать стоит. Да? Слышно. Это мать. Это там черекот птички у нас внутри. В патио. Вот стоит мать. Вот дитя. Дитя тоже было отсажено. Более жирный грунт. Начало раскрываться. Была просто сложенная, сморщенная вся. Посмотрим, как будет дальше. Хани. По-моему, это Хани Сиберт. Тоже покупал я ее по заказу, по почте. И пришла она мне вся вот такая. Смотрите. Вся пришла вот такая, поеденная клещом. Было 4 розетки. Одну я только в итоге смог спасти. Остальные просто рассыпались. Потому что клещ, он выедает центр. У сансеверии. Да? Вот так вы видите? Это вот так выглядит, когда клещ ее ел. Выедает центр. Они просто разваливаются. Особенно быстро погибают в сансеверии и Хани. Ну вот она дала мне, слава богу, после всех лечений, здоровую детку. Ну, центр у нее живой. Все чистенько. Но под наблюдением. Кстати, недавно я ее протравливал санмайтом. Со всеми остальными проходил. К сожалению, не так много у меня препаратов доступных. Буквально 2, на самом деле, которыми я травлю. Мне бы еще штук 5 разных. Друзья, кстати, кто живет в Европе, имеет доступ к препаратам от сансеверии и этого клеща. Подскажите мне сайты. Я с удовольствием или у вас куплю, или на сайтах куплю. Если есть такая у вас возможность поделиться со мной информацией. Так, вот это еще сансеверия. Ой, тоже покупал я ее в поездке в одной. Не помню название. Тоже она у меня без названия. Если вот эту, если кто помнит, друзья, тоже Николай, немножко я разленился. Знаете, раньше у меня все с палочками стояли, прям подписаны. В сене время как-то я и на палочке стал забивать. Просто растет, красивая растет. Знаю, что у меня такой нет. Но вот она у меня есть здесь. Тоже, пожалуйста, не ругайтесь сильно. Подпишу. Ее надо подписать. Помню название, забыл. Вот эта сансеверия, кстати, она без названия у меня идет вообще по жизни. Она похожа на сансеверию ложки, но не факт, что это ложки. Видите, у нее какая форма листика. Тоже покупал я ее, я помню, в свое время за копейки. Была буквально там два листочка. Это все уже повырастало у нее. У сансеверия ложки. Еще одна Кристи, которая можно искать до. Но пока я не хочу с ней расставаться, потому что уж больно мне нравится ее цвет. Очень красивая. Сансочка. Покажу вот так. Смотрите, как они у меня здесь стоят. Вот так. И следующая это у Брутиана Дракон, которая тоже очень долго мне компосировала мозг. Не хотела нормально расти. Стилистики у нее абсолютно нормальные. Просто кажется светлее, да? Красивый у них такой кантик по краю листа. Такой прям неоново-розовый какой-то. И долго она у меня тоже скрученная стояла. Сбрасывала корни. Жирный грунт дал, посадил, переставил с жары. Все прекрасно стало у Брутиана. Единственный недостаток у Брутиан, что они растут, как вы видите, да? Такими, куда хочу, туда растут. То есть не растут они прямо вверх. Они вот прямо такие размашистые. Но все равно красивая у Брутиана Дракон. Люблю ее. Люблю ее. И она меня любит, мне кажется. Следующая Сансеверия. Это, кстати, подарочный Сансеверия от моей подруги Анны. Да? Которая ведет канал Кладовая Солнца. Тоже большая фанат Сансеверий. Это Сансеверия Блэк Роуз. Вот такая. Не смотрите на это. Это механическое повреждение. К сожалению, иногда без этого не обойтись. Она еще на процессе укоренения. Она уже не двигается, но не морщится. Изначально она вообще свернулась в трубочку. Да? Но постепенно отпаивается. То есть, ну я ее поставил красивой стороной, как она и должна быть. Такой потрясающий, на самом деле, красивый экземпляр. Я очень Анне за него признательно благодарен. Спасибо, спасибо большое. Мне он очень нравится. А этот листик, его даже может в будущем, если она даст еще несколько листов, отрежу. И попробую прорастить его в земле. Просто посмотреть, что из него может вырасти. Следующий это Каспер. Небольшой тоже от Анны подарок. Северия Каспер. Это детка уже ее домашняя, здоровенькая, без всяких клещей. Потому что Анна следует всем обработкам, всем ритуалам. Коллекция у нее здоровская, очень здоровая. У нее, кстати, можно, если она будет продавать излишки, кто живет в России, я бы порекомендовал вам покупать. Киркуш жирный летает этот комарик. Сразу видно, что у нас зима и влажность повышенная. А следующий это Старфиш. Тоже цилиндрическая сансеверия. В одну розетку покупалась. Старфиш, когда тянет деток и чуть не допивает, она может вначале так смарщиваться слегка. Чтобы она разморщилась, это практически невозможное дело. Но все равно она мне нравится. Видите, вот такая Старфиш. Тоже ее, может быть, пересажу. Или я уже ее пересадил. Судя по грунту, она у меня сидит еще в грунте с большим количеством лавы. Вот, может быть, я ее пересажу. Грунт пожирнее. Она начнет у меня тоже жирнеть. Следующая это Crocodile Rock. Называется сорт, по крайней мере, у нас он так называется. Цвела мать. Потом отцвели все три детки. Вышло три детки. Все отцвели разом. То есть, соответственно, дальше растения не будут после цветения. Сансеверия не умирает, но не растет дальше. Вот одна уже дала детку тоже здесь у себя. И я смог, благо, опылить. Потому что она зацвела раньше, а вот эта зацвела позже. Rocksburhiana называется данный сорт. Тоже абсолютно не приемлет яркое солнце. Погорает в миг. Но, благо, она здесь нормально себя чувствует. Живет. Видите, плодов сколько. Это я все, что смог опылить. Я больше, на самом деле, не хотел. Потому что, куда мне их девать. Но вот эта смесь, такой, сказать, микс, я скрестил Rocksburhiana с Crocodile Rock. Что-то из них получится. Хотя они, в принципе, похожи между собой. Но что-то из них должно получиться. Кстати, говоря об опылении. Пыльца, которая не свежая, даже отцвело буквально дней 5 назад, например, цветочек, вы пытаетесь опылить, не работает. Это мои наблюдения личные уже по поводу опыления санс. Пыльца должна быть свежая. Причем опыление, самоопыление у меня не сработало. Вот эти я розетки решил самоопылить. И опылил большое количество цветов. Причем, например, с одной розеточки на другой. То есть, но это одно растение, грубо говоря, материнское растение. Это одно и то же. Опылил, все осыпалось. Не завязались плоды. Но когда я опылил, буквально оставалось 2 цветочка на этой розетке, 2 цветочка, я опылил все, что смог по количеству пыльцы на Роксбурхиане и завязались плоды. То есть, желательно, чтобы это были разные растения. Это могут быть даже 2 крокодила рук, но разные. То есть, не мама с детем опыляются, грубо говоря, опыляются или сестры между собой. А именно, то есть, разный генетический материал. Даже один и тот же сорт. Тогда вы получите деток по сорту. Если вы опылить с другим растением, то вы получите деток какие-то миксовые. Я вам сейчас покажу, что у меня растет здесь. Детки миксовые. Такая вот маленькая вам еще информация по поводу опыления. Это то, что я пришел к такому выводу на личном опыте. Вот такая вот композиция. Здесь они стоят. У меня еще здесь одна есть полочка. Она пустая. Вот такой НЗ. Если будут какие-то излишки, надо будет поставить. Я их сюда смогу поставить. Дальше идем. Сейчас вам покажу, кстати говоря. То, что у меня растет, мой эксперимент, это детки сансеверии Black Gold с Массонианой. Вейлфин. Вот такие у нее пошли детки. Две сансеверии. Одну Трифасиатус крестил, да, Black Gold, с Массонианой, Жесколистной. Вейлфин. Кстати, вот здесь такой немного котлован. Это я отсаживал уже в подарок моей подруге Анне, кстати говоря. Я тоже ей возил в подарок этих сансеверии детки от нее. Вот такие сейчас пошли зародыши. Не знаю, что с них будет дальше. Я вижу, что... Но опять-таки, очень маленькую детку, очень сложно сказать, что из нее будет. Я вижу, что идет красивый кант по листу. Такой, вы знаете, особенно невооруженным глазом. Его на солнышке хорошо видно. Видите, вот такой фиолетовенький как бы. Варигатности, к сожалению, которую я надеялся, что будет что-то наподобие Массонианой с цветом Black Rose. Не получилось, не срослось. Больше листья похожи на жесткие. Да, не трифосятки. Но форма какая-то необычная. Поэтому, что из этого будет в будущем, интересно. Сажал я порядка 70 семян. Взошли не все. Кстати говоря, взошли не все. Взошло примерно штук 35, наверное. Может быть, конечно, еще могли больше взойти, но уже не сложилось. В общем, вот такие вот они, эти малыши. Это вот такой эксперимент мой идет. Дальше. Сансеверии. Это я помню по памяти. Это сансеверия сладкий сельдерей. Sweet celery. Такой тоже. Маму я его продал, потому что мама была из Азии, мама плохо выглядела. Мама была из Азии, мама плохо выглядела. Это не оскорбление, это то, что она в плохом состоянии пришла. И вот он уже тоже дал несколько деток. Вот это вот отсаженное уже, обрезанное, но он дал еще одно. То есть не хочет сам расти, растит детям. Следующая. Это тоже подарок от Ани. Lavranos называется. Потрясающая сансеверия. Я уже даже не знаю, сколько они ей стоили, мои подруги, но я ей очень признателен за такие щедрые подарки. Lavranos Clon. Тоже она отпаивается. Постепенно цилиндрик, кстати, новый растет уже в центре. Очень красивый цвет. Она отпаивается, становится жирнее. Тоже она из Азии. Следующая это Star Minch Green Marble. Сорт называется. Давайте я вам покажу, если кто захочет записать. Ее покупал в поездке. Star Minch, видите, Green Marble. Типа зеленый мрамор. Тоже она плохо себя чувствовала в лаве. Да. Но вот в жирном грунте стала намного лучше себя чувствовать и выглядеть. Это у нас Кордова. Детка. Мама у меня, кстати, на карантине стоит. Потому что тоже на ней обнаружил немножечко, такой совсем точечку, как будто бы клещ. Может, это не клещ, но я все равно убрал на карантин, протравил. Греха подальше. Следующая это Spider. Люблю эту Сансу. Вот такая тоже детка растит. Уже плодородная, плодовитая, извиняюсь, раз, два. И уже, наверное, штуки три я отсадил, продал, и она все равно плодоносит. Плодоносит, не хочет расти сама. Тоже от Тани маленький подарочек. Хани Цунами. Она на него положила, говорит, слушай, хочешь, отдам. То есть, как бы он ей был не нужен. А мне же, попробуй найди Сансеверию. Я говорю, конечно, нужно. И она, вы знаете, была, опять-таки, долго она телепалась у меня в дороге. Была сморщена. Вот она постепенно отходит. Не совсем адекватная форма роста. Она вот такой растет, смотрите, видите, пирамидкой. Ее можно по большому счету срезать, да, еще что-то. Но я пока не трогаю. Пусть ребенок отпоится. Потому что она, бедолага, пережила многое. Вот тут детка от Парвы с Массанианой. Тоже смесь. Было 3-2 погибли. Опять-таки, наверное, потому что Парва очень такая капризная Санса для меня. Вот одна осталась. Тоже растет пока просто зеленухой такой. Тоже. Бог с ней. Пусть растет. Здесь у меня есть еще Бансель Платину. Тоже от листика. Достался мне листик. В подарок. И деточка уже растет. Потихонечку развивается. Должен быть Бансель Платину. Красивый. Следующая. Как я уже сказал, даже скалистный Сансевир, например, Бансель, он идет по сорту. Следующая. Это Парва Ланцетва Риегатная. Тоже ее люблю очень. Красивая. Тоже, смотрите, в жирном грунте сидит. Отпоилась. Потому что тоже постоянно сохла. Большим количеством лавы. Немножко лавы. Окей. Много лавы. Капут. Такое я понял для себя решение. Вывод для себя сделал. Тут она живет. Потрясающий красавчик. Тоже подарок от Анны. Это Бансель Варьегатный. Посмотрите, какая роскошь. Это просто, вы знаете, гвоздь коллекции. Сенсация просто какая-то нереальная. Видите, какой красивый. Очень красивый растение. Надеюсь, его сохранить и иметь много-много его потомства. И чтобы все было прям шикарно у него. Вот эту Сансовичку я покупал из листа. Тоже Боб Смоули называется. Сорт. Просто были воткнуты листики в горшок. Даже еще несколько до сих пор выжило. Вот этот листик просто был воткнут в горшок. Тут было штук 9, наверное. И вот уже вот такие у него пошли детки. Опять пришлось мне прерваться на секунду. Мы продолжаем разговор о Боб Смоули. Вот такие вот розетки у него уже выросли. Красивые. Следующая. Кстати, от нее я уже вам показывал детку. Это Робуста Дворф. Варьегатная. Тоже подросла. Тоже в жирном грунте. Прекрасно себя чувствует. Не морщится. Не портится. Хорошо себя чувствует красавица. И да, от нее я вам показывал в начале видео. Помню, деточку из листа. Это была от нее. Так она сейчас выглядит. Красавица. Это мне досталось в подарок. Тоже от одной знакомой девочки. Просто какая-то цилиндрика. Просто одна из. Тоже растет нормально. Посмотрим, что из нее будет в будущем. Такая растет. Следующая. Это Сансеверия. Так. У меня комната очень маленькая. К сожалению, я не могу нормально показать. Как она называется? Это Сансеверия. Ах. Блэк. Что-то там. Опять-таки, тоже постараюсь писать название вам, если что. Надо повторять почаще. Вот тоже она похожа на зеланику, но у нее отличаются ее листики. Такими, видите, более широкими полосами. Она у меня здесь растет. Тоже крупным кустом. Тоже вылетела из головы. Была она куплена очень залитая. Было на нее очень много листьев с такими черными, знаете, коричневыми пятнами гнили. Можете видеть. Пришлось это все обрезать. Очень аккуратно. Первое время вообще нужно было с поливом. Чуть ли не из пипетки. Очень было чувствительно. Очень на него реагировало плохо на полив. Тут же появлялись пятна. Но ничего, мы с этим вроде бы справились. Сейчас она живет нормально. Не подписана. Чего я не подписал? Такое же все на память я оставляю. Не подписал. Пришлось поставить небольшую опорку. Что-на иначе, она сильно раскидистая. Такая Сансеверия Сильвер Принцесс. Тоже достаточно высокая. Красивая статная Санса. Тоже хочу ее пересадить. Потому что есть периодически проблемы с тургером. Видите, вот сколько лавы. Просто в лаве живет. Надо ее пересаживать. А начинаешь активнее поливать. Начинает портиться. Поэтому просто, я думаю, уже в новом году займусь активно ее пересадкой. И многих других сортов. На жирный грунт переводить их буду. Уверен, что отойдут. Да. И станут выглядеть намного лучше. Сильвер Принцесс. И вот эту не помню. Хоть убей. Блэк что-то там. Следующая Сансеверия. Это Брутиана Металлика. Брутиана Металлика. Тоже мне ее пришлось воскрешать, как птицу Феникс. Тоже попортилась. Пересадил ее в большой горшок. С неправильным грунтом для нее. Вот так вот она вся стала. Хотя, знаете, на камеру, опять-таки, я уже скажу, да, выглядит намного хуже, чем в жизни лист. Но стала портиться. Пришлось все убирать. Все рассаживать. Пересаживать в новый жирный грунт. С перлитом. И вот так она начала выдавать уже новых деток. Но растет она сейчас неспешно. Хотя в свое время, когда я ее купил, она росла очень быстро. Была небольшой, но выросла в огромный горшок. Но, к сожалению, я подуспортил ее. Ничего, учимся на своих ошибках. И вот здесь тоже Сансочка. Похожа на очень на Сильвер Принцесс по цвету. Старая розетка пожелтела. Стояла на солнышке тоже. Поэтому я ее тоже переставил в тень. И вот молодые детки начали расти более такими красивенькими. Я надеюсь, что и у старой розетки постепенно восстановится цвет. Она долго восстанавливается. Может год восстанавливаться цвет. Но он восстанавливается. Поэтому переставил ее пару месяцев назад. И она уже, мне кажется, выглядит лучше, чем была до этого. Тоже наподобие что-то как Сильвер Принцесс, только форма мини. Да, такая коротышка. Все, друзья, вот такие вот красавицы стоят у меня здесь. К сожалению, не могу показать хорошо ракурс. Где-то стоит Орхидея стоит, которая тоже чем-то на Сансу похожа, варигатная. Прикольно, я люблю ее. Но ночный цветет. Она цветла уже. Но растет. И вот такой вот подоконничек. Нам осталась одна комната буквально. Все, кто еще смотрит, пусть это смотрит уже со мной вместе. Вот так все это смотрится красивенько. Люблю, очень люблю эти растения. В целом, если бы не клещ, то вообще идеальные растения были, если к ним найти правильный подход. Сейчас мы немножечко поговорим о клеще, кстати говоря. У меня стоят сансеверии. Все вот эти сансеверии, которые вы видите, они либо с подозрением на клеща были, либо я прям вытравливал с них клеща. Но все они живут теперь здесь. В целом, чувствуют себя хорошо сейчас. Я вижу, что у многих даже появился какой-то новый рост. Начали эти здоровые детки. Но я не решаюсь их возвращать в коллекцию. Именно со всеми остальными смешивать. Я их держу здесь. Вот такая Хани. Хани-Хани. Тоже, по-моему, не помню ее название. Тоже какая-то Хани она. Видите, вот так ее ел клещ. Многие листья пришлось убирать. Видите, да? Отдирать, чтобы добраться. И вот такая она Хани. Малышка. Это тоже киркисель верблю. Детка ее, которую ел клещ. Тоже она дала детку свою новую. Тоже недавно я их протравливал опять-таки. Следующая это Футура Суперба обычная. Да, стандартная. Покупалась в одну розетку. Тоже напал на нее клещ. Пришлось травить. Пришлось травить. Но вот тут пошел новый рост. Но все равно продолжаю протравливать иногда. Как я уже еще раз повторю, друзья, если у кого есть доступ к препаратам, Аберон, Даблфейс, Карамайт, друзья, пишите мне. Я с удовольствием у вас это куплю, если живете на территории Европы. К сожалению, из стран СНГ. Хотя, может быть, из Казахстана. Кстати, смотри, после недавней протравки остался этот бумага. Просушивал я эти розеточки после протравки. Так она и осталась в ней торчать. Хорошо, что сейчас увидел. В общем, крупное растение. Не хочется его терять. Но приходится травить. Следующая это вот такая Хани. Хани Уитни. Венди, простите. Венди. Тоже две деточки. Тоже напал клещ на нас. В свое время. Не доглядел я. И пришлось лечить. Видите? Пришлось лечить. Ну, центр живой. Посмотрим, что будет дальше. Но еще бы, я говорю, мне препаратика 3 иметь, чтобы их протравить пятью препаратами. Вообще было шикарно. Не двумя, а пятью. Следующая вот такая. Голд Флейм. Красавица. Сансеверия тоже. Ее очень сильно поел клещ. Незаметно для меня в свое время. Знаете? Была она возле одной заразной. Стояла. Ну и смотрите, пошел центр. Начал расти заново. Был поеден, но не убит. И пошел расти центр. Вот там, видите, тоже растет, да? В новые листики выходят. И детка у нее пошла в рост. Вот там я тоже вижу. Ну, конечно, так сказать, бывает. Бывает. Не без греха, как и все растения, да? Нет идеальных, наверное, растений. Даже самые такие какие-то сильные растения все равно могут подвергаться вредителям. Вот Honey Silver это Silver Frost. Я ее называл до этого Silver Honey. Silver Frost вот такая тоже. Посмотрите, какая у нее красивая детка. Тоже, видите, детка. Кстати говоря, вот это на этой детке мне больше похоже на ожог. Хотя, может быть, это был и клещ. Скорее всего, это был клещ. Потому что я еще спиртом обрабатывал на всякий случай. Мог пожечь. Вот эта девочка абсолютно чистая у нее лезет. Без вредителя. Все протравлено. Но травить все равно придется еще. Здесь, знаете, такая ерунда, на самом деле. Смесь бульдога с носорогом тоже поеденное клещом. Вы видите, была материнская розетка, которую я спас кое-как от клеща в свое время. И он опять проснулся и начал есть на ней детку. То есть, если у вас в коллекции есть клещ, то с ним вам уже жить. Просто периодически протравливать хотя бы пару раз в сезон. Не в сезон, а пару раз в год, чтобы растения были здоровы. Но я все равно не хочу от них отказываться. Тут я тоже вижу, что центр... Вот видите, центральный листик, он тянется. То есть, он живой. Может быть, что-то еще вырастет. Из этой розеточки. Вот, кстати, мать Кордова. Которая детка у меня здоровая, красивая в гостиной. Ой, не в гостиной, а в прачечной. Она вот здесь стоит. Потому что она тоже растит центр. Но вот какую-то точку я у нее увидел в свое время. Я ее переставил сюда, обработал. И не хочу ее ставить назад. Вот это Сансеверия Black Flame, если я не ошибаюсь. Или Black Diamond, наверное, это все-таки. Black Diamond. Тоже у нее был клещ. Тоже пришлось обрабатывать. Видите, как сильно на нее виден этот Несаран. Кстати, Несаран, он не убивает взрослого клеща. Он убивает. И он его стерилизует. Соответственно, он не может дальше размножаться. И убивает хорошо личинки. То есть, и когда у них там яйца тоже откладываются, они становятся недееспособными, нежизнеспособными. И просто погибают яйца. Не вылупляются. Поэтому тоже обрабатывал я Несаранчиком. Кстати, он безвредный. Я его смог купить. И еще вот здесь три. Это тоже любовь моя Асахи. Тоже клещ погубил пару ее деток. Но материнское растение я смог спасти. Мне тоже пришлось обрабатывать в центр, заливать. Но центр живой. Она жива, растет. Кстати, вот это новый приплод листьев. Но я не хочу ее ставить с остальными все равно. И вот здесь две Хани. Хани Крео. Называется это. Кстати, я покупал по другим названиям, по-моему. Black Star я ее покупал. Хани. Вот видите, тоже эту розетку съел. Клещ. А вот тут есть несколько розеточек, которые абсолютно нормальные, здоровые. Живут и развиваются. Но тоже здесь. Я хочу ее пересадить. Хорошо промыть. Весь от грунта убрать. Старый. И много работы у меня есть. Так, видите. Что-то съел клещ. Что-то не съел. Потому что я начал бороться с ним. Он как минимум остановился. Но все равно нужно блюсти. Так сказать. Поэтому я не хочу их смешивать с остальными. И вот это Guilt Age. Тоже Хани. Такой красивый, в принципе, сорт. Тоже пара старых розеток. Которые были убиты. Вот эта. Например, розеточка была убита. Центр съеден. Но так как я ее вовремя остановил. Ну, не вовремя. Уже был съеден центр. Но все же остановил. Да. Болезнь. То есть она не рассыпалась. И дала дальше потомство. Молодое. Такие вот розеточки здесь тоже живут. Растут. Потихонечку развиваются. Такая немножечко грустная нота. Но опять-таки это жизнь. И опять-таки это всего лишь растение. У меня на себе волосы на голове не рву за них. Там локти не кусая. Ну, погибнут, погибнут. Не погибнут. Справлюсь. Это для меня опыт. Как для ботаника, для садовода. Для меня это опыт. Мне, например, даже нравятся какие-то такие новые моменты, которые я для себя узнаю. Да. Вот мы с моей этой подругой Аней. Складовое солнце. Мы очень часто обсуждаем эти моменты. Она тоже регулярно все протравливает. У нее, благо, есть доступ к препаратам. Может быть, приедет ко мне в гости. Она и привезет мне контрабандный препарат. Вот эти. В общем, вот так выглядит коллекция. Это здесь больные санцочки. Но ничего. Они не больные. Они уже здоровые. Они просто в процессе еще, так сказать, возвращения к своей красоте. Все, друзья. Спасибо всем, кто был со мной. Берегите себя. Еще раз с наступающими вас праздниками. Не бойтесь заводить сансеверии. Просто будьте внимательны. Всегда внимательно осматривайте растения. Не ведитесь на какие-то слишком дешевые экземпляры, когда вам пытаются продать. Какие-то незнакомые для вас продавцы. Всегда ищите надежных продавцов с хорошими отзывами. И обязательно покупайте препараты, такие как Caramide, Sunmide, Phetoverm, можно еще Double Face, Aberon и Nisaran. Вот это, которые я знаю. Наверняка есть еще какие-то другие. При желании можете написать еще препараты, особенно если вы живете в Европе, каким вы пользовались от клеща. Все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Если хотите, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Пока-пока.